Друзья, привет! Наверное, многие из вас знают, что узконаправленный специализированный инструмент стоит очень дорого. Вот и мы сегодня столкнулись с этим. По сути, инструмент, который нам нужен, можно изготовить самостоятельно. Чем мы сегодня и займемся. А получится у нас или нет, смотрите далее. Приятного вам просмотра. Первое, что нам понадобится, это кусочек профильной трубы. У меня он не первой свежести, и для начала избавимся от ржавчины. Делаю я это при помощи кораллового диска. Не забываем о средствах защиты. Очень нравится, как этот диск работает, но он боится острых углов. Здесь нужно быть осторожнее. Далее заготовку отторцуем и отпилим нужную нам длину. От этого обрезка нам нужен только уголок. Его вырежем при помощи ушей. Уголок, в свою же очередь, нужно согнуть по длине, предварительно вложив вместо сгиба дистанционную проставку. Вот такая деталь получилась. На ней нужно снять фаски с двух сторон. Чтобы получилось ровнее, воспользуемся самодельным гриндером. Точить будем в вертикальном положении. От этого металла отрежем кусочек нужного нам размера. Из него будем делать основание нашего приспособления. Как и в прошлый раз, избавляемся от ржавчины. С чистым металлом намного приятнее работать. Далее разметка. Хочу еще раз вам напомнить, что я работаю без чертежей. Всегда все подгоняю по месту. По этим линиям разметки дальше будет произведен изгиб. Чтобы края не задирались, решил в углах просверлить отверстие. Болгаркой с отрезным диском делаю пропилы от углов к центрам отверстий. Ну а дальше пытаюсь согнуть грани в тисках. Теперь все углы можно заварить и обработать. В итоге вот такая площадка у нас получилась. К ней и будет привариваться стойка, изготовленная ранее. Далее займемся пилкой. Стандартные от лобзика нам не подойдут по длине. Решение же долго висело у меня на верстаке и ждало своего часа. Да, это обыкновенное биметаллическое полотно по металлу. И чтобы установить его в лобзик, нужно изготовить точно такой же хвостовик. Для этого чертилкой обводим контур хвостовика из-за гриндер. Основную часть обточим на нем. А вот так я крайне не рекомендую делать, так как это очень опасно. Ну и вот полотно установлено. Пока не рассчитал его длину, обрезать не буду. У себя в закромах нашел вот такую пластину. Она подошла к подошве лобзика идеально. Я лишь немного закруглил углы. Она будет прикручиваться к подошве на три болта под шестигранник. Два отверстия в подошве имеются, ну а третье просверлим сами. Готово. Следующим этапом будем делать овальное отверстие в накладке для пилки и стойки, изготовленной ранее. Для этого просто насверливаю отверстие в ряд, а затем пройдусь фрезой. Вот так это будет выглядеть. Можно приваривать, но обязательно нужно выдержать угол 90 градусов в двух плоскостях. Одна часть готова. Теперь этот бутерброд смонтируем на основании. Для этого в нем также необходимо сделать овальное отверстие. Немного магии монтажа и инструмент стоит на новой подошве. Немного шатается на ножке, но это такой конструктив. От этого никуда не деться. Теперь можно и укоротить пилку. На конце срезал под угол и немного заточил. Ну что же, по моим прикидкам должно работать. Следующее, что будем делать, это прижимную лапку. Наверное, все видели подобную на швейных машинках. Вот ее и будем повторять. Только в нужном нам масштабе. Лапка будет крепиться к этому прутку для регулировки по высоте. И для него нужно будет изготовить втулку. Вот и обрезочек пригодился. За все время у меня их накопилось огромное множество. Для начала его отторцуем и проточим в нужный диаметр. Снимем фаску и просверлим отверстие 8 мм. Внутренняя фаска и можно отрезать. Станок у меня небольшой, хоббийный, с малой жесткостью. Поэтому эту операцию делаю в разбежку. Дальше на фрезере снимем четверть. Тем самым мы увеличим площадь сварочного шва. Ну и штанга лапки будет ближе к центру. Сразу втулку и приварим. Как обычно немного поспешил и забыл сделать отверстие для винта фиксации. Но сейчас это исправим. Находим верхнюю точку окружности и сверлим. Ну и конечно нарезаем резьбу. Пара витков в станке, а затем ручками. Из токарного золота изготовим винт фиксации штанги. Для этого протачиваем в диаметр для резьбы М5. И сделаем накатку. Можно отрезать. Но главное не забыть снять фаски. Иначе изделие будет иметь незаконченный вид. Вот такой винт у нас получился. Фиксирует он достаточно неплохо. Теперь сама лапка. Металл для ее изготовления вырежем вот из этой профильной трубы. Со сторонами 40 мм. Для этого вырезаем часть стенки. Заготовку немного отчистил и нанес разметку. Эту внутреннюю часть нужно будет удалить. Сделаем это при помощи фрезерного станка и болгарки. Здесь решил обойтись без предварительного засверливания. Металл тонкий и так сойдет. Далее лапку нужно изогнуть в двух местах. Для сверки углов использовал лапку от советской белошвейки Подольск. С этой стороны руками гнуть уже не получится. Поэтому наставляем брусок и гнем при помощи молотка. Готово. За кадром изготовил пару вот таких деталей. Одна из них будет привариваться к лапке. Ну а чтобы было красивее, воспользуюсь методом электрозаклепки. Для этого в лапке просверлю пару отверстий и через них произведу сварку. Это сделали. Теперь нужно изготовить еще одну деталь, которая будет идти от тяги. Здесь также буду использовать маленький обрезок листового металла. Немного подровняю его концевой фрезой. Кстати, друзья, как правильно она называется? Везде пишут по-разному. Кто-то ее даже называет торцевой. Пишите в комментариях, мне будет интересно. Далее сделаем отверстие с фаской для штанги. Фаска нужна для сварочного шва, так как я его буду зачищать. Примерка показала, что все хорошо и можно сваривать. После зачистки имеем вот такую деталь. Установим все на свое место для дальнейшей разметки. Здесь отпилим лишнее под угол, сварим и зачистим. После всех манипуляций эта деталь приобрела такой вид. Теперь можно установить все на свое место и приспособление готово. Хотя, наверное, нет. Еще нужно покрасить. Вот теперь точно все. За кадром также в основании вварил болты М5 с такими гайками. Так инструменту будет легче скользить по полу. А нужен этот инструмент для раскроя поролона. Сейчас многие начнут строчить в комментариях, почему не использовал обычный канцелярский нож или терморезак с нехромом. Ножом нормально вырезать у нас не получалось, так как форма у нас криволинейная. Терморезак немного получше, но стоит ужасная вонь. И края получаются липкими и оплавленными. Один-два сделать, конечно, можно. Но если нужно 50 или 100 комплектов, здесь уже приходится думать. Ну, а этот малыш теперь точно найдет свое место на нашем производстве. На этом же у меня все. Пишите ваши комментарии и ставьте оценки. И не забывайте подписаться на этот канал, ведь дальше будет еще интереснее. С вами был, как всегда, я Михаил. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok